Здравствуйте! Сегодня отправляемся с вами в магазин Саймонс. Я в него ходила до закрытия, до карантина. Сейчас я иду в него снова. Как вы видите, нужно стоять в очереди, чтобы зайти. Пока что снимаю витрины. Там много продается вещей для дома, не только одежда. Вот видите, всякие подушечки, там разные вазочки и постельное белье также. В общем-то, всякие предметы обихода домашнего. Но туда мы сегодня не пойдем. А пришла я сюда на самом деле для того, чтобы примерить изделия Моримеку. Финской фирмы Моримеку, которую я до закрытия, когда я здесь снимала, я обнаружила, что продается в этом магазине. Была удивлена, не знала, что у нас есть в Канаде Моримеку. Была очень рада. И вот мне захотелось примерить их вещи, потому что никогда в жизни я их не примеряла. И решила, что мне необходимо это сделать. А в магазине было довольно пусто. Не в смысле людей, а в смысле товара. Вот как-то в этом магазине что-то не завезли, как-то не сложилось. Не знаю, так как-то жиденько все висело. И, в общем-то, выбрать было особенно нечего. Я кое-что нашла. Вот я вам сейчас показываю вещи Моримека. Это из новой коллекции платья. Есть вещи на сейле. В Моримеку вещи у нас очень дорогие в Канаде. Прям очень дорогие. В общем-то, ну как бы кусачие цены. Как и много чего в этом магазине. Но захотелось мне померить, потому что очень-очень интересно, как они сидят, какого размера. Я много наслышана про этот бренд. Мне стало очень любопытно. Вот этот свитер я заприметила еще в прошлый раз. Он сейчас на сейле. Много футболок разных. Ну, такие довольно неинтересные, скучные. Ну, есть и неплохие. Но, как вы видите, вот всего так не очень много. Все так висит как-то очень свободно. Так, свободные такие вешалки. Не напихано. Кстати, вот нашла еще вот эти пиджаки. Тоже рассматривала их в прошлый мой визит в этот магазин. Сейчас они тоже на сейле. Никак не пойму их бренд. Что-то рассматривала, рассматривала. Что-то незнакомое, но очень дорогое. Просто очень дорогое. Как вы видите, цены ого-го. Даже и распродажные цены. В общем-то, ну, не знаю. За такие деньги какие-то бренды непонятно какие. Хотя качество у них неплохое. В общем, даже хорошее. Можно сказать, что, в общем-то, выглядят они хорошо. И сшиты неплохо. Но все равно. Вот этот мне понравился. Конечно, у него такая расцветочка. Очень интересная такая. Школьная учительница. Шотландка такая, клетка. Но вот цена. Цена такая. Сами видите, какая. Вот, вы видите, совершенно пустые витрины. Витрины стоят. Я не знаю, что там было. Но вот сейчас они совершенно пустые. В них абсолютно ничего нет. Это очень как-то грустно. А вот этот бренд Филипп Лим. Называется компания. Это американский дизайнер. Довольно молодой. Ну, относительно, конечно, тоже очень недешево себя ценит. Как вы видите, такая майка-алкоголичка. За такие деньги. Свитер тоже очень дорогой. Видимо, кашемировый. Я не стала рассматривать. В общем-то. Ну, перейдем к примеркам. Девочки, случилось чудо необыкновенное. Примерочные открыты. Чему я вообще рада. И вообще не понимаю, как это может быть. Как это произошло. Правда, примерочные очень маленькие. Но очень красивые. Посмотрите, какая здесь стенка. Красота. Просто красота. И вот здесь вот все мое богатство, что я набрала. Вообще-то можно было повесить сюда, на эти полки. Ну, ладно, вышел. Я так себя плохо вижу. Я сейчас надену, наверное, очки. Потому что я вообще не вижу, что я снимаю. Вот совсем другое дело. Совсем я слепла. Я вообще ничего не вижу. Мне надо... Очень... Очень все плохо со зрением стало. Значит, я набрала вещей Мари Мекка. Ну, не набрала. Взяла немножко. Но дело в том, что я хотела еще поснимать тут в магазине. Но снимать особенно ничего. Вы видели. Очень много пустых витрин, пустых полок. То есть я так понимаю, что вот здесь как-то товар не довезли. Ну, все. Давайте примерять. Я сначала покажу себя. Себя. Во весь... Рост во всей моей красе. Платье это из Зары. По-моему, вы видели его. Очень его люблю. Оно из такой ткани сделано, как, знаете, как плащевка блестящая. И очень красивые рукава. Правда, классно? У него есть карманы. У него есть такой большой валан. Оно такой немножко колым стоит. Но мне кажется, в этом его прелесть. Оно сделано такое, знаете, вот. Такое объемненькое. Пояс мой. Цепочка моя. Пояс можно снять. Покажу вам сейчас, как без пояса. Тоже хорошо. И карманы. Что вообще делает его бесподобным, незаменимым. И вот такая вот у меня сегодня огурка. В хлопочке под цвет. Под коричневое. Под змею. Под коричневую змею. Под меня. Под себя. Подходящий под меня. Слепорец. Так оно выглядит без пояса. Тоже нормально. Тоже вполне нужно носить. Вообще со мной случился страшный конфуз. Я не могла его расстегнуть. Видите? Такая сложная застежка. Два таких цилиндра. Ой, сейчас. Два таких цилиндра, которые входят один в другой. И я мучилась, мучилась, мучилась. Долго. Не могла его расстегнуть. И подумала, что я в нем так и останусь. Надо будет либо резать, либо резать нечем. Я подумала, что все. Конец моей примерки. Кстати, сумку. Ну, сумку вы эту видели. Я вам уже ее показываю. Это то, что я ношу на работу. Вот эту вот торгу свою, в которой я таскаю все свои бумаги, документы. Кстати, она мне даже и подходит под мой нынешний аутфит сегодняшний. Случайно так получилось. Вот. Платье это без пояса тоже неплохо выглядит, правда? Тоже, может, и лучше. Напрасно я мучилась. Сидела в поясе весь день. Дышала. Дышала внутрь. Все, давайте примерять. Я буду вам по ходу показывать, что я принесла. И по ходу показывать цены. И все показывать, в общем. С размерами я не знаю, потому что я в маримековских размерах не знаю. Этот свитер мне нравился еще в тот раз, когда я снимала. Я его сейчас, наверное, надену сверху на это платье. Потому что у меня есть юбка. Я взяла, но оно совершенно не подходит. Не подходит эта юбка к этому свитеру. Значит, это размер large. Он стоил 350 долларов. Сейчас он стоит 269,95, то есть 270. Давайте посмотрим его состав. Поищем. Так, что у нас тут по составу? 44% альпака. 31% полиамид. 15% вилла. И 10% вискоза. Правильно я читаю? Я не пойму на каком-то языке. Ну, в общем, много альпаки. Я не знаю, что такое вилла. Может быть, шерсть, да? Наверное, шерсть. А, вот по-английски. Господи. Значит, 44% альпака, 31% полиамид, 15% вулл, шерсть и 10% вискоза. А, ну, хороший состав. Только 31% полиамид. А так, в принципе, все остальное для натюрель. Ну, как бы за такую цену могло быть и все. А для натюрель 31% мог бы тоже быть из чего-нибудь натурального. Так вот, я его надела сверху на платье. Мне сейчас прям будет очень жарко, очень быстро будет, очень жарко. Поэтому надо очень быстро вам рассказывать. Это размер ларч. Ну, вы знаете, что? Мне кажется, что он довольно неплохо. Ну, вот он такой объемный. Мне кажется, что в этом его прелесть и красота. Красивый вот этот рисунок. Очень-таки сдержанная расцветка, бежево-черная. Но мне, в принципе, нравится. И даже к этому платью подход так сверху, если надеть. Симпатичный свитер. Оригинальный, дороговат, конечно. Но вот видите, ларч, он мне нормально, в общем-то. Правда же? Как вы думаете? Снимаю, девочки, жарко. Просто очень жарко. Следующим пунктом у нас идет платьица в клубничках. Не могла я пройти мимо. Просто полное очарование. Очаровательное. Цена на него сейчас... А, оно не населится. Цена 330 долларов. И это размер 40. Я думаю, что 40 мне будет хорошо. Здесь тоже есть карманы. Состав, я думаю, натуральный. Сейчас посмотрим. Девочки, еще-еще состав не могу найти. Вижу, что сделано в Литве. Что-то я не могу найти. Вот пирку с составом. Я сейчас, может быть, когда буду надевать, я, может быть, найду его. Сейчас, давайте мне это. Ну, что сказать, она немножко детская, конечно. Ну, я понимаю, что это ремейка. Это их такой... Это их такой, как бы, флёр. Такой, знаете, веселенько-жизнерадостный. Но что-то мне как-то это... Там, кстати, были другие расцветки разные всякие. Я выбрала именно это, потому что мне было интересно, как я впишусь в такой принт. Здесь, кстати, пуговица сверху. Состав не нашла. Ну, в общем, оно, конечно, хорошенькое, симпатичное. Все. Но вот эти клубнички, конечно, мне кажется, это не совсем для меня. И совсем, ну, не знаю, не мой стиль. Не то, чтобы у меня там уж какой-то стиль особенный, но как-то так. Размер 40, в принципе, мне нормально. Вот второй, этот следующий, я взяла 38-й. И мне кажется, что я облажалась с ним. Ну, посмотрим, сейчас померю. Ну, вот такая вот клубничная история. Прикольно, конечно, но, ну, не знаю. Напишите мне, что вы думаете. Надели бы вот такое платье и как вам, нравится ли это? Так, следующее платье вот такой вот расцветки. Очень мне нравится, очень симпатичное. Стоит оно сейчас, оно на селе и стоит 350. А был 440. Вот такой вот фасон. Такой, знаете, и силуэт, это называется, расклешенный. Вот такой вот интересный манжет. Вырез такой, знаете, не круглый, а немножко таким мысиком. Размер я взяла 38-й. Сейчас посмотрим. Я нашла состав. Давайте читать. Так. Сто процентов вискоза. А давайте все-таки поищем в этом платье. Может, я просто не нашла. Мне просто не подошло. А, ну вот, нашла. Ну, какая же я бестолковая слепая женщина. Сто процентов катон. Ну вот, сто процентов катон. Ну, так оно, в общем-то, и чувствуется. Так, давайте мерить это. Ну что, я совершенно не ошиблась с размером. Вернее, я ошиблась в большую сторону. Вот, смотрите, вот это вот клубничка была 40-й. И она у меня, в принципе, нормально. Вот это 38-й. И оно у меня так широковато. Рукава длинноват. То есть, в принципе, можно было и 36-го. Кстати, не было 36-го. А, может быть, он бы не был бы и малова, 36-й. Потому что оно вот здесь как-то свободно. Видите? А вот тут вот, ну, тоже, ну, в общем, не знаю. Немножко как-то мешковато оно на ней сидит. Хотя, в принципе, может, и неплохо. Как-то зеркало опять с пятнами грязное. Ну, ничего такое, симпатичное платье. А, оно как-то сделано внизу. Видите, оно неравномерное. Оно спереди длиннее, сзади длиннее. А сбоку в шве оно немножко короче. Хочу сказать, что меня немножко разочаровало то, что вот в швах нестыковка в рисунке. Ну, как-то так. Что, в принципе, для дорогих вещей это немножко не... Ну, не должно так быть. Правда же? Мне так кажется, девочки. Поправьте меня. Мне кажется, что это такая история вот именно... Ну, это на ремаке не люкс, но это довольно дорогой магазин. И качественные вещи, и хорошие ткани. Ну, вот эта вот фигня немножко меня как-то расстроила. А вот здесь... Ну, и здесь тоже, конечно. Нестыковочка. Ну, ладно. Прости. Прости, мы мы это. А так, в принципе, все нормально. Приятное на ощупь. Очень хороший состав. Единственное, что размер как-то мне не очень. Как-то я не вписалась в него. Не совсем вписалась, вернее. Так, следующий. Я принесла юбку и футболку такую. Футболка размер смол. 150 долларов. Я, собственно, ее взяла, потому что я принесла вот эту юбку. Мне она очень понравилась. Очень понравилась ее расцветка. И к ней, к этой юбке, есть блуза. Точно такой же расцветки. Но я хотела что-то другое. Мне не удалось найти что-то более подходящее, чем вот эта вот футболка. Мне кажется, она не очень подходящая. Но, тем не менее. Поскольку на мне платье, и мне надо было с чем-то померить, я взяла ее. А юбочка у нас тоже размера смол. И стоит она 290 долларов. Ну, посмотрим, посмотрим. Опять шов не совпадает. Ну, я уже понимаю, что это так. Так оно и есть. Ну, ладно. Оно, в общем-то, такая с запахом. Очень мне нравится фасон. Видимо, тоже катон. Видимо, тоже хлопок. Да, вот нашла я состав. Ой, я потеряла. Нашла и потеряла французский. Вот английский, 100% катон. Хлопок. Ну, в общем, так я ожидала. Такой вот комплект. Сейчас вам скажу. Футболка размера смол. Я думаю, что, ну, вот она такой фасон, видите, вот такой вот рукав низкий, заниженная пройма, и такой рукав довольно широкий. А тут, в принципе, она довольно узкая. Я думаю, что вот именно как топ, именно как топ вот для такой юбки, чтобы ее заправлять, она, в принципе, нормальная. Но если бы мне нужна была футболка, чтобы носить ее с джинсами, там, с чем-то такой на выпуск, она довольно-таки узенькая. Ну, это размер смол. Ну, вот если бы был, например, медиум, да, то и вот этот рукав, он бы мне был, наверное, уже великоват. И юбка размер смол. Писалась как родная. Здесь очень удобно. Сейчас я вам, может быть, развяжу, покажу. То, что вот этот пояс здесь, это как бы юбка с запахом. Ой, сейчас. Какая-то техническая неполадка. Юбка с запахом. Знаете, довольно мелким. Что, в общем-то, немножко так меня смущает, потому что, в принципе, вот чуть-чуть ветер, и там уже нога моя. Вы ничего не видели. И, в общем-то, это не очень. То есть, или надо как-то здесь вот подшить, пришить, ну, в общем, не важно. А может, надо больше размер, потому что я взяла смол. Но я вам сейчас скажу, что вот в талии она мне совершенно нормально. То есть, вот здесь вот она, у нее, знаете, как у нее вот здесь вот продевается в отверстие пояс, и вот так вот закручивается вокруг и завязывается. Ну, то есть, нормально она мне. Я не могу сказать, что она мне в талии жмет. Я вполне спокойно завязалась. Возможно, что она такая конструкция, что на любую талию подойдет. Единственное, что вот запах неглубокий, что, в принципе, возможно, потому что это смол. Если был бы медиум, то было бы, наверное, лучше. Это, видите, она прямо оп, и все. Ну, и что вам сказать. Смешное сочетание, конечно, цветочки, цветочки. Но вы знаете, есть в этом что-то. Моримэка все о том, об этом. То есть, вот здесь немножко желтый, здесь немножко желтый. Как-то даже это, ну, немножко такая оляписто, но, в принципе, неплохо. Юбка, конечно, красивая, расцветка супер. Майка, футболка такая, я не знаю, купила бы ли я ее. Ну, в принципе, ничего так. Юбочка, да, неплохая, неплохая. Ну, я думаю, что мне, конечно, нужен был бы размер медиум, потому что запашок маловато. Маловато запах. И последнее, что я хотела примерить, это вот такое платье. Мне оно понравилось еще в прошлый раз, когда я рассматривала, когда я здесь снимала. Просто такой нежный, интересный рисунок. Он, в принципе, фасон такой же, как вот в этом вот платье. Тоже такие вот пуговички, знаете, на плече. И здесь то же самое. Но мне очень понравился вот этот рисунок. Какой-то такой, знаете, размытый акварели. Вы можете сказать, что он выгоревший. Я бы сказала, что это размытый акварель. Точно, оно абсолютно точно такое, как это, только оно другой расцветки. Эта расцветка, в принципе, очень, очень мне нравится. Вот тут тоже карманы. Вот. И оно сейчас на сейле, но 250 долларов, как бы. Да, и это размер сороковой. Я думаю, что он тоже 100% катоновый. Я даже хлопкаю. То есть, я даже не буду искать. А давайте его померим. Ну, что вы скажете, девушки? Если честно, на вешалке оно мне нравилось больше, чем на мне. Я имею в виду расцветка. Вот на вешалке мне очень нравилась эта расцветка. Вот такой вот, знаете, такой нежный, очень нежный, тонкий такой узор, рисунок. И такой нежный цвет, как я уже сказала, размытый акварели. Но мне кажется, это не моё. Вот даже вот эта вот история клубничная мне как-то даже больше подходила по моему цветотипу. Может быть, не по моему стилю, а по, ну, как бы, такой немножко, ну, детская. Но вот эта вот немножко мне напоминает какую-то нашу рубашку или что. Как-то не знаю, не знаю. Мне кажется, мне не очень идёт эта расцветка. Хотя так вот, теоретически, на вешалке она мне очень нравилась. Прямо очень нравилась. Ещё в прошлый раз я её заметила. Именно тем, что вот она такая необычная. Ну, вот, не знаю, что-то есть у меня, но как-то на мне оно. Не ахти, не очень. Ой, ну, что вы думаете, что вы скажете? Вот так вот. Вот так это выглядит. Вот так оно выглядит. Значит, сейчас она на распродаже. И это тоже сороковой размер. Но вот видите, вот этот фасон, сороковой мне нормально. А вот это платье, вот это платье, 38-ое мне было велико. Хотя вот эта расцветка, она больше такая вот по моему вкусу. И мне как бы, ну, по моему стилю, то, что я ношу вещи, она больше подходит. Вот, кстати, посмотрите, какая здесь дверь зелёная. И там вот, там тоже вот этот вот обои, обои с этими птичками и цветочками снаружи. И дверь, и зеркало, и вот такая вот стенка здесь. Очень красивая, например, очень маленькая. Очень, я прям даже пытаюсь как бы писаться, чтобы мне было больше видно, но очень трудно мне это сделать, потому что маловато. Всё, девочки, облачилась я в своё. Буду с вами прощаться. Вот я вам, кстати, хочу сказать по цветам. Вот видите, вот этот цвет висит. И вот цвет, который на мне. Всё-таки цветотипы надо учитывать при покупке одежды. Как вы не хотите, это не шутки, не выдумки. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я обязательно ещё приду сюда поснимать, когда здесь будет побольше товара. А то что-то сейчас как-то не очень есть что снимать. На самом деле, ну, вот кое-что из Мари Майка я нашла. Всё, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Ваша Дита. Всем привет из солнечной Канады. Пока-пока-бай. Продолжение следует...